добро пожаловать на канал здравствуйте зрители моего канала и сегодня у меня такое видео мы долгое время ждали результатов выигрыша и так как выиграл мой номер мы очень очень ждали посылочку вместе со своими друзьями вернее они у меня появились тоже в процессе ожидания и сейчас получается мы ждали с ними вместе и тогда посылочка сегодня пришла вчера смотрела по трек-код что ли он там где-то она вообще непонятно где в россии была сегодня в результате успокоилась захожу она уже прибыла в место назначения адресата и наконец-то она на месте не буду вас мучить долго так как мы и сами дождаться и вскрыли посылку в машине дочь говорит заходить не будет но посмотреть ей очень хотелось что же пришло и так вот в таком конвертике пришел к нам вот такой слоняшка как я рада как я счастлива я почему-то думала что он маленький а он по сравнению с моими даже больше такой красавчик я так вообще довольна счастлива и вот к моей компании присоединиться вот такой еще назову его человек вот именно заразившись вот этими игрушками наденьки я решила связать подобную и вот что у меня вышло считайте что вот так бы вот она вдохновляет нас смотрим мы ее канал ее игрушки и ну то что я смотрю у меня вылилось вот во что в мою игрушку и сейчас эти мои самые любимые игрушки будут красоваться у меня или на столе или на полочке ну и конечно же песик мой это символ наступающего года вот такие красотули конечно я очень постараюсь наденьки ответный сделать тоже ход нужно продумать мне и я обязательно постараюсь не помню показывала или нет я в видеороликов у меня вот такие еще два мешутки появились на свет здесь вот снимается как бы панамочка такая мальчик и девочка есть хвостики девочка конечно же в платьице мальчик в штанишках комбинезончики что еще еще я довела дома вот такую девочку была она у меня давно изготовлена связано и вот из пряжи софте связала ей валеночки и костюмчик и так как последнее время я вязала у меня пришла фантазия брошки вот брошка собачка такая с обратной стороны накрепление и вот такой песик это тоже брошечка она пристегнута здесь вот эта собачка ну я решила ее сделать как игрушку вот для этой куколки не расчесанная волосы лохматая лохматая она у меня так как она конечно давно ждала своего звездного часа ну вот дождалась и сейчас уже в готовом виде предстала вашему вниманию еще у меня давняя давняя куколка была вот такая здесь волосики из ламы я и сделала шапочку и вообще одежду хочу есть делать чтобы она была несъемной она у меня здесь вот наполнена как гранулят что вот здесь мягонькая она идет и так как она покрыта специальным раствором то она как-то твердоватая вообще-то сама по себе но она наполнена синтепоном а вот в нижней части она тяжеленькая чтобы вот если посадить ее она сидела но поддержка вот такое снимается здесь ее нужно немного до оформить пока она у меня вот в таком виде еще не помню показывала или нет вот связался сарафанчик такого песика девочки пёсик мальчик есть и пёсик девочка все они у меня абсолютно разные никак не могу я повторить одну и ту же игрушку и вообще одно и то же у меня никак не повторяется дальше еще хочется мне поделиться с вами процессами своими законченными брошками неприглядная коробочка вот такая брошечка несколько брошей уже продала это оставшиеся думаю будет видно здесь я приклеиваю вот такие вот лыбочки что ли не знаю как их назвать но это нить капроновая и ее обжигаю с двух сторон и приклеиваю вот такая брошь это мне брошка очень нравится здесь тоже нашла ленту и вот на ней она так прямо тут хорошо ее когда обстригаешь обжигаешь и приклеивается она прямо как тут и была тоже ручная работа там на ней написано вроде такая брошечка мне очень нравится такие камушки они переливаются каким-то лазурным небесно-голубым цветом я беру их конечно вот такие тоже вот тоже хамелеончики тоже как вот эти вот камушки они не если те идут пластиковые эти вот идут стеклянные и вот они видно нет камера передают вроде такие они то зеленоватые то голубоватые и переходит в розовый и желтый цвет очень-очень мне нравится так вот такая брошка нащупываю показалось вначале что она без застежки вот она тоже застежка и тоже здесь вот хамелеон такой камушек как голографический что ли его назвать которые брошки по крупней я к ним приклеила вот такие как бы лыбочки что ли назвать пока свои именные фантазирую как мне сделать следующее это вот такая брошечка вот здесь вот идет не помню как назвали как не графит цвет такой идет был такой черный цвет и вот в таком не знаю есть под серебро что ли он как-то переливается для этой брошки самый оптимальный вариант вот на мой взгляд это такой камушек подошел такая здесь куш-зам и чаще я стараюсь делать если вот с одной вот застежка идет не круглая прямая то мне нравится когда они не сверху и пришита а когда они под кожей либо под ну вот под основой находятся не нравится когда пришиты совсем по-другому они смотрится как-то более нежней что ли если с обратной стороны вот эта часть идет не металлическая только вот выглядывает с двух сторон застежка вот 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 так вот вот тоже вот камешек уже другой конечно но и так как она сама под золотой я сделаю здесь тоже с обратной стороны на застежку под золотом. Вот такие броши я увидела в интернете, вот с таким рисунком. Сейчас мне больше всего, не скажу, что больше всего, но с этим рисунком больше нравятся брошки. И они у меня, если смотреть, они у меня в разных оттенках, так как в интернете где как можно найти и любая имеет место быть. И разная идет по другому цветотипу и по сочетаниям цветов они идут абсолютно разные. Вот если их смотреть вблизи, вот тоже подобная брошь. Видите, все они абсолютно разные по оформлению. вот такая брошь. Вот видите, вот камушек, он не камушек, вернее, вот это вот страза. сразу вроде. Ну это идет не натуральный, не стеклянный, это идет пластик, но мне нравится, вот они здесь по-другому немного переливаются. вот посмотрите, вот два разных здесь в голубом цвете, а здесь какой-то немного отличает. А еще, ну конечно я стараюсь кружево подбирать, так чтобы по цветам было, но вот здесь камушек идет как бы, не знаю, бирюза, более присутствует бирюзовый, желтый цвет. Бирюзовый, желтый, немного розовый просматривается. А вот этот, более голубой, тоже немного где-то бирюза, сиреневый и розоватый. Вот на них смотришь, когда очень красиво. К сожалению, вот уже показываю вам, но у меня оказалось, что здесь еще не приделана застежка. Но я вот на неделе на этой сходила и купила, обязательно доделаю оставшиеся застежки. Но дело в том, что мне хотелось еще сделать заколочки, так как у меня настина сделана заколочка и резиночка сзади, чтобы вот на волосы приделывать. Поэтому не все они у меня идут до конца сделаны, потому что я хочу сделать их заколочками. Вот эти у меня, получается, идут пока просто к ужзам с обратной стороны. Мне хочется их сделать заколочками. И здесь вот еще даже кружева не найдено. Нужно кружева подобрать. Ну или такую совсем вот нежненькую, без большего окружения уже вот этого кружева будет так смотреться. Я ходила, у меня подобная брошечка была и просто вот под золото отделана, тоже смотрится хорошо. и остались последние. Вот такая, не знаю, наверное, уже я показывала тоже, но это вообще еще не готова, даже задняя часть. Но я не знаю, вот уже сказала здесь, потому что если резиночку сзади, то там немного по-другому эти я поспешила, эти, наверное, получится только под брошку делать. Но посмотрю, если фантазия появится, то нафантазирую и как-то резиночки сделаю, пропущу по-другому. Вот видите, вот сколько таких уже? Несколько. И еще вот такая брошечка тоже ждет, когда приклеить. Ну, приклею я вот эту, возможно, и приклею, сделаю, хотя будет и очень интересно смотреться заколочка, если резиночка будет сзади и одевать на волосы ребенку. Ну, на этом заканчиваю свое видео. Хотела его сделать очень маленьким, но решила поделиться с вами всем, что у меня сейчас есть. А самое главное, у меня сейчас вот такой слоняша есть, такой классный. Всем спасибо за внимание, до новой встречи, подписывайтесь на канал, и увидимся в следующем видео. Пока-пока. Красавчик. Вот какой красавчик. Сейчас играть пойду.